Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем вторую главу Евангелия от Иоанна. В первой главе мы с вами услышали величественный гимн, воспевающий предвечное Слово Божие, воскрешего Христа, и были свидетелями первых двух дней апостольского служения Иисуса Христа, Его мессианского служения. Прежде всего, мы были на берегу Иордан, рядом с Иоанном Крестителем, и были свидетелями того, как Господь призывает своих первых учеников. Эти ученики станут Его ближайшими друзьями и спутниками на протяжении всего земного служения. И вот наступает третий день. У Евангелиста Иоанна все временные и географические указания всегда имеют глубокое символическое и богословское значение. Поэтому третий день – это не просто календарный день мессианского служения Христа. Иоанна – это третий день, о котором мы исповедуем в символе вере, и воскрешего в третий день по Писаниям. Поэтому эта цифра указывает на другой брак, на радость пасхального утра. Но пока еще все далеко, и есть лишь только первые-первые знаки, указания на то, что откроется в самом конце этой Евангелии. На третий день был брак в Кане Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И в самый разгар брачного застолья вдруг заканчивается вино. Это очень неловкий момент для жениха, невесты, для родителей, потому что приглашены все соседи, родственники и даже из окрестных селений. Это было бы знаком позора для всей семьи. И в этот момент неловкости и замешательства Мария ходатайствует перед своим сыном. И она говорит ему, вина нет у них. И Иисус говорит ей, что мне и тебе жену. В этот момент может показаться, что Христос грубо и резко отвечает своей матери. Разве можно маме сказать женщина? Но письмо евангелиста Иоанна называют иногда музыкальным письмом. Здесь каждое слово и каждая неловкость в действительности имеет какое-то очень глубокое звучание. Слово «женщина» в данный момент, конечно, отсылает к той самой первой женщине и указывает на то, что Мария, она не просто Матерь Иисуса из Назарета, она Новая Ева. И поэтому ее сын – это не просто сын плотника, но воплощенное Слово Божие. «Еще не пришел час мой». И вот другое слово, которое в языке евангелиста Иоанны имеет всегда очень большую символическую нагрузку. Час – это всегда тот час смерти и воскресения Христа и час славы, который будет явлен в конце. Поэтому час еще не настал. При этом Мария совершенно спокойно воспринимает это не как отказ, а как некое пророчество, которое не относится к празднику. И поэтому она говорит служителям, что он вам скажет, то сделайте. И в этот момент мы видим, что стоит шесть каменных водоносов, они стояли по обычаю очищения иудейского, и каждый из них вмещал по две или по три меры. Мера – это 40 литров, и поэтому евангелист сообщает очень точное количество литров воды, которую они могли вместить. Но гораздо важнее – другое. Цифры указывают лишь только на изобилие той благодати, которую подает Господь. Но эти сосуды использовались для ритуального омовения. И это тоже намек на то, что ветхозаветная религия с ее ритуалами, с ее закончеством, остается лишь как некий сосуд, который Новый Завет, воскресший Христос, наполнит новым содержанием. И поэтому обретают совершенно другое звучание слова Христа. И Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им, почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли. И когда же распорядитель отведал воды, сделавшись вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. И если продолжать нашу мысль о том, что речь идет о проповеди Нового Завета, наступают времена, когда будет новое царство, будет новое вино, которое будет подавать воскресший Христос, то вот мы здесь и видим глубокий символизм воды. Вода — это таинство крещения, вино — это таинство Евхаристии. Но впереди ждет самое главное — откровение божественной славы и вино царства, которое ожидает учеников вечности. И здесь мы тоже видим другое ключевое слово в языке Иоанна Богослова — слава. Господь являет славу свою. Следует заметить, что в Евангелии от Иоанна никогда не употребляется слово «чудеса». Евангелист выбирает слово «знамение», «знаки». В действительности все, что совершает Христос, это не для того, чтобы разбудить чье-то любопытство, взбудоражить чье-то воображение и вызвать вот такую суеверную веру. В действительности чудеса — это лишь знаки, которые способен прочитать лишь тот, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Поэтому та вера, которая появляется в результате каких-то сверхъестественных чудес или изумления, скорее наоборот, у Христа вызывает всегда сомнения, а иногда и порицания. Но настоящая вера рождается у тех, кто способен видеть и распознать те знамения, те чудеса, которые совершаются у него перед глазами. И таким образом мы с вами видим, что как будто вся эта свадьба является лишь только предлогом для того, чтобы Христос своим будущим ученикам и апостолам смог открыть себя. Все это свершилось только ради них. После этого Иисус приходит в Капернаум, и мы продолжаем день за днем вместе с ним совершать эти первые шаги в его мессианском служении. Сам и Матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Между тем приближалась Пасха Иудейская. И здесь, в праздник Пасхи, завершится следующий знак, следующее чудо, которое смогут узнать ученики только уже потом, после того, как воскреснет Христос задним числом. Пасха – это прежде всего предвозвестие Нового Завета и Новой Пасхи. Но пока это Пасха Иудейская. И, согласно обычаю, Иисус вместе с учениками приходит в Иерусалимский храм «И видит, что в храме продают валов, овец, голубей, и в храме сидят люди, которые меняют деньги. В этот момент Христос сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». Здесь мы видим, как у учеников открываются глаза, у них как будто происходит какой-то инсайт, и картинка перед ними вдруг становится исполнением какого-то пророчества. И они цитируют псалом «ревность по доме твоем снедает меня». Мессианский псалом в действительности перед ними не просто Иисус из Назарета, но Сын Божий, долгожданный Мессия и Царь. Но иудеи, которые присутствуют в этот момент в храме, остаются слепыми, и они видят лишь просто внешний жест, немножко экстравагантный, и поэтому их возмущает такая смелость, такая свобода, и они упрекают. «Какими знамениями ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать, что ты не самозванец?» И сказал им ответ Иисус «Раздрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». «А он говорил о храме тела своего, и когда воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Здесь мы видим излюбленный прием евангелиста Иоанна. Возникает недоумение. Собеседники Христа, его оппоненты, говорят о земном, и Христос в декорациях величественного храма, который отстроил Ирод, который был одним из чудес света, говорит в действительности о другом храме, о том храме, которым станет его собственное тело, более того, тело воскресшего Христа, это община его учеников. Понятно, что иудеи не могут этого услышать, но ученики затем это вспомнят и поймут. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». И эта глава заканчивается, опять же, на том, что чудеса, которые совершает Христос, это не для того, чтобы вызвать суеверную веру, вселить какой-то страх и изумление. Это знаки, которые способны прочитать не все, но лишь те, кто имеют глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и поэтому могут поверить. И, наоборот, вера простых людей, легковерная, суеверная вера, вызывает у него сомнения, и он не готов доверить себя такой вере, потому что сам знал, что в человеке. Последующие главы нам позволят открыть в новой глубине и в новом сиянии это откровение того, как ученики шаг за шагом узнают в личности Иисуса из Назарета предвечное слово бессмертного царя, который станет их учителем. На портале Exegget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Продолжение следует...